Друзья, привет! С вами Семен Нелидов. Сегодня на первом бесплатном уроке я вам хочу рассказать, где можно скачать бесплатный лицензионный автокад. Для этого мы воспользуемся услугами сайта autodesk.com. Это официальный сайт компании, который выпускает автокад. На этом сайте мы найдем вкладку Communities. И последуем в последующей вкладке Students and Educators. Вы попадаете на студенческую версию сайта, на которой вы можете зарегистрироваться и получить доступ к бесплатному софту этой компании. Как видите, в правом нижнем углу у нас расположен прямоугольник синий. Вот он. И вы можете либо создать свой аккаунт, create account, либо зайти в существующий. Давайте я примерно покажу, как можно создать аккаунт новый. Для этого нажимаем на create account. У вас появится вот такая вот табличка, которую необходимо будет заполнить. К сожалению, в данный момент они пишут, что не могут зарегистрировать в настоящее время. Странно, но давайте я по пунктам расскажу, что, где и как. В пункте country вам необходимо указать страну. Выбираем Russian Federation. Здесь вы пишете дату своего рождения. Если вы вдруг будете не свою дату рождения писать, написать дату рождения, которая попадет приблизительно в студенческие годы. То есть, там 91-94 год рождения. Выбрать, что вы на настоящий момент являетесь студентом. Выбираете форму обучения, точнее вид образования college-university. То есть, то, что вы в университете учитесь. Пишите название вашего университета здесь. МГУ или еще что-то. Сюда можете вставить, точнее даже необходимо вставить его будет адрес. Пусть это будет, я наука так пишу, для примера просто. МГУ.ру Дальше персональная информация. Ваше имя, ваша фамилия, Autodesk ID. Вы можете его в качестве вашего ID на сайте Autodesk использовать вашу почту. Собственно, здесь же вы повторите email. Подтвердите email здесь в следующей вкладке. И далее вам необходимо придумать пароль, как и везде. Далее вы не задумываетесь, ставите три галочки. И нажимаете next. Потом вам придет ссылочка на вашу почту, которую вы здесь указали. Вам нужно пройти по ссылке, для того, чтобы подтвердить вашу регистрацию. Так, сейчас я зайду под своим ранее созданным аккаунтом, для того, чтобы показать, где и как вы можете найти бесплатный софт. Как видите, сейчас я нахожусь в своем личном кабинете. Давайте я обновлю еще раз эту страничку. То есть, это стартовая страничка студенческой версии AutoCAD, в которую я зашел под своим логином. Видите, здесь у меня высветилось. Добро пожаловать в Амнилидов. Я на себя, на официального, на настоящего завел этот аккаунт. Не скрывать, нечего. Чтобы скачать бесплатный софт, вы находите в левой колонке вкладку «Free Software». Нажимаете на нее, и вы получаете доступ к бесплатному программному обеспечению компании Autodesk. Листаем ниже, и мы видим с вами очень большое разнообразие всего софта, который компания выпускает. Нас же с вами интересует AutoCAD. Находим его. Вот он у нас в первом столбце, четвертый, сверху. Нажимаем на AutoCAD. Далее, сайт нас попросит указать версию AutoCAD. Ну, так как мы в дальнейшем будем обучаться по 2014 году версии, то указываем 2014 года версию AutoCAD. Далее, выбираем язык. Здесь должен быть русский язык. Вот он, русский язык. И вы получаете бесплатно русскую версию AutoCAD. И выбираете вашу операционную систему. Нужно вам понять, какая у вас 32-битная или 64-битная версия операционная. Чтобы это понять, вы нажимаете на ваш компьютер правой клавишей мыши. Нажимаете на свойства. И смотрите, вот здесь вот есть тип системы. И у меня вот, видите, написано 64-разрядная операционная система. То есть мне необходимо скачивать с этого сайта 64-разрядную программу AutoCAD. И так как я уже здесь скачивал на этом сайте программное обеспечение, а именно AutoCAD, он мне как раз выдал, вот он мой Product Key. И он мне выдал серийный номер моего программного обеспечения. Далее вы можете, в принципе, как и я сейчас же, нажать кнопочку Install Now. И у меня начнется скачивание, насколько я помню, установочного файла. То есть сначала его установщик файлов скачаете, его установите себе на компьютер. А далее вы уже сможете через вот этот установщик установить собственный сам AutoCAD. Как здесь видно, есть варианты. Вы можете сначала скачать просто софт и уже пользоваться напрямую к установочным файлам. После того, как вы установите AutoCAD, вы можете приступать ко второму бесплатному уроку. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.